Да, спасибо большое, приятно. Хочу сказать... Как меня слышно, хорошо? Да, очень хорошо, что это Игорь, это мой коуч. Он давно занимается, после того, как я переболела анорексией, занимается моим питанием, коррекцией моего питания. Он помогает мне убирать жир из проблемных зон, поскольку мне нельзя в силу того, что я болела анорексией, делать операцию по откачке жира. Вот он занимается коррекцией моего питания, убирает целлюлит. Также он мне присылает огромное количество медитаций, которые помогают корректировать также аппетит, потому что у многих во время стресса сейчас, к сожалению, повышается уровень кортизола, соответственно, все хотят очень много есть. Мне вот все пишут, что у нас проблема, мы очень хотим много есть и не знают, как контролировать. Расскажи, пожалуйста, вообще, как ты можешь помочь? Друзья, смотрите, да, с Машей мы знакомы с 2018 года. Возможно, даже может кто-то вспомнить, мы вместе выходили в прямой эфир. Немножко давайте расскажу о себе. Я именно онлайн-тренингом занимаюсь уже более семи лет. Вот обо мне, о том, какой я тренер, каких результатов можно достичь лучше всего, расскажет мой инстаграм, поэтому можете перейти, посмотреть. Сейчас я вышел в этот прямой эфир для того, чтобы ответить Маше на вопросы и пообщаться с вами, с аудиторией. Вот, поэтому все, кто хочет иметь фигуру мечты, обязательно смотрите и слушайте этот прямой эфир, будет интересно. Да, Заша, скажи, пожалуйста, вот как правильно питаться, да, для того, чтобы была еда полноценная, да, чтобы ты себе не отказывал в ресторане, в еде, и при этом, чтобы вес твой не зашкаливал. И еще очень много у него сейчас вопросов прислали по поводу того, что девушки сейчас снимают стресс там алкоголем, и что лучше выпивать, да, для того, чтобы вес так же держался на месте, вот, чтобы он не полз вверх. И еще лично к меня, вот у меня, знаешь, сейчас я очень скинула резко, ну ты сам знаешь, да, и у меня вот кожа на ногах вот, когда висла, вот, то есть сейчас покажу, вот, видишь, вот. Да, 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 я понимаю. Тем не менее, отличная фигура. Вообще на 100%, я думаю, все согласятся. Смотрите, друзья, тогда отвечаю вам на вопросы. Один из вопросов, да, наверное, самый важный, начнем с тревожности. Ну, первое, что вы должны понять, что тревожность это нормально, она есть у всех. Если бы у нас не было чувства тревожности, мы могли бы шагнуть спокойно, там, с девятого этажа попробовать спрыгнуть, и ничего бы не боялись. То есть это естественное чувство. Плохо, когда тревожность, она в переизбытке, ее действительно очень много, и в этом случае у человека получается стресс, и, как сказала Маша, может быть, кортизол вырабатываться, и это уже негативно влияет на само качество жизни. Очень важно, чтобы каждый день последующий вы прожили максимально качественно и получали от этого только удовольствие. Поэтому, чтобы минимизировать, ну, первое, что нужно сделать, так как процесс похудения, он кроется далеко за пределами диетологии, диетологии, питания, тренировок, он начинается, собственно, головы. И это очень важно понять. Поэтому необходимо, самое простое, это обстрегироваться полностью от информационного шума, который сейчас вообще есть. Все сейчас люди просто как наркоманы следят за этими новостями и только и делают, что общаются на этой теме и так далее. То есть самое первое, нужно ограничить количество поступаемой информации, просто перезагрузить мозг. Я советую включить какую-нибудь успокаивающую, спокойную песню, лечь. Например, мне помогает музыка из фильма «Интерстеллар». Может быть, многие знают. Ложитесь, на 10 минут закрываете глаза и просто начинаете правильно дышать. Для того, чтобы просто отключить, перезагрузить мозг от этого потока информации. Вспомните, когда вы каждый день просыпаетесь, с утра вы не помните, что там плохое произошло и так далее. Вы просто сначала себя чувствуете прекрасно. А потом, когда приходит осознание реальности, что, блин, происходит, у вас начинает ухудшаться самочувствие. Вот возьмите просто, перезагрузите мозг, используйте различные техники, много разных медитаций в интернете есть для того, чтобы успокоиться. После этого уже нужно начинать процесс преображения и похудения. Вот у меня сейчас спрашивают, ребята вот пишут, как можно дома, не ходя в спортзал, начать как бы питаться правильно, и при этом, чтобы вес начал уходить. И как ты можешь в этом помочь? Ты же знаешь, мы с тобой уже на протяжении... После анорексии ты же меня выводишь из этого состояния, чтобы у меня фигура вроде и не была худощавой, и при этом я не расползалась сильно, как это у многих бывает. Смотрите, друзья, действительно необязательно для того, чтобы преобразиться, убрать лишние ненужные килограммы из животика, из ножек, с ягодиц. Для этого необязательно проводить тысячи часов в зале. Для этого достаточно просто, правильно, сбалансированно составить индивидуальный рацион питания, как я составил Маше. При этом Маша может позволять тебе есть абсолютно практически все. Самое главное, чтобы это входило в норму калорий ежедневно. То есть у нас есть определенная формула, по которой мы следуем, и можно позволять себе разные, в том числе и сладкое. У многих людей есть различные зависимости. Кто-то любит вечером, перед сном поесть, кто-то любит сладкое. Самое главное, что вы должны понять, для того, чтобы вы преобразились, кинули лишние килограммы, важно, чтобы процесс шел в удовольствие. Если он будет идти в удовольствие, тогда любого результата достичь абсолютно легко. Поэтому для того, чтобы преобразиться, не обязательно ходить в зал. Достаточно делать элементарные упражнения дома. Самая лучшая тренировка – это самая обычная ходьба. Ходите от 30 минут до часу в день, и у вас не будут никак нагружаться суставы, связки, ваши мышцы. То есть они будут просто в тонусе. Вы их не будете разрушать, и поэтому потом не нужно будет их сильно восстанавливать. Поэтому важно просто сбалансированно питаться, чтобы в рационе обязательно присутствовали жиры. Вот Маша показывала кожу и говорила, как сделать, чтобы кожа не подвисала, особенно после того, как люди уберут несколько килограммов. Видишь, вот в этих местах? Да. И сзади немного кожу. Вот, я понимаю. Смотрите, друзья. То есть локально убрать чисто в ногах не получится. То есть кожу мы будем убирать, точнее не убирать, а потягивать сразу во всех местах. Это делается путем правильного питания, то есть поступления жиров. Потому что именно жиры, они отвечают за процесс похудения и преображения. Многие думают, что нужно отключать жиры, там не есть жир, потому что если будем есть жир, то мы будем толстеть. Это миф. То есть наоборот, нужно кушать жиры, но есть их нужно правильно. Грецкий орех, фундук, менталь, жирок яйца и так далее. То есть есть полезные жиры, с помощью которых наши гормоны Т3, Т4, щитовидные железы, которые отвечают за жиросжигание, они начинают работать. Вот. То есть очень просто и быстро на этот вопрос не ответит, потому что каждый человек уникален, у него есть особенности и свойства, и к нему нужен свой индивидуальный подход. Вот что я хотел сказать. Зай, как убрать целлюлит, как убрать с ног? Смотрите, что касается целлюлита. Важно в рацион, что поступало в этом случае больше белковой пищи, потому что вы должны понять, что белки и жиры, которые находятся на нашем организме, они не дружат. Если будет достаточно выкушать белка, протеинов, то целлюлит будет сам по себе уходить. При этом можно использовать различные энцеллюлитные массажи, специальную щетку, ванны принимать и так далее. Но это все нужно делать в совокупности с питанием. Только с питанием все эти методы будут работать. Без питания ничего не будет работать. Поэтому, когда вы автоматически наладите режим питания и добавите в свою жизнь просто элементарные кардиотренировки, быстрая ходьба, легкий бег, целлюлит будет уходить сам по себе. Вот, качество еды. Мы то, что мы едим. Если не хотите, чтобы у вас была апельсиновая корка, да, вместо кожи, для этого нужно правильно питаться. Будете есть хорошую пищу, у вас не будет ни прыщей, ни высыпаний, у вас будет чистая, хорошая кожа. Мы то, что мы едим. Это важно. Вот. Да, да, может, я слушаю. Да, отлично слушаю. У меня просто тут звонят, и мне поднимают. Я даже не знаю, кто это постоянно звонит. Да, такое бывает. Да. Слушай, я тебя хотела спросить, а в какое время лучше последний раз ужинать? Смотрите, друзья, тут на самом деле тоже все индивидуально, потому что, да, каждый человек по-разному, например, приходит с работы. Кому-то удобно попозже съесть, кому-то пораньше. Есть правила различных диет, интервального голодания, где после шести нельзя есть и так далее. Естественно, это бред. То есть, если вы хотите поесть перед сном, хотя бы за час до сна можно сделать прием пищи. Просто важно, чтобы этот прием пищи не был тяжелым. То есть, можно поесть салат, любую зелень, либо добавить белок. То есть, в этом тоже нет ничего страшного. Если вы хотите набрать мышечные массы, чтобы у вас были красивые сочные ягодицы, да, то можно даже творог поесть перед сном для того, чтобы ваши мышечные волокна не останавливались. А какой процент жена? Смотрите, есть обезжиренный, да, творог. Я вот ем два вида творога. Если мне нужно преобразиться с кинуть лишние килограммы, то я ем обезжиренный творог. Если у меня цель набор именно мышечной массы, то я ем пятипроцентный творог, потому что в нем больше всего полезных элементов. Но молочку выбираем строго, аккуратно, потому что там есть лактоза. Лактоза – это такой же сахар молочный. Плюс молочные продукты очень хорошо заливают. Вот я большое количество раз набирал вес, сушился, и в том числе и мои подопечные. Поэтому один человек будет есть молочку, и у него будет все обалденно, он будет преображаться, делать обалденный результат. А кто-то будет есть молочку и будет набирать вес. Поэтому тут важно подойти индивидуально к каждому человеку. Ребяточки, фея к вам вернется после этого эфира сразу. Там появится в правом верхнем углу 70 друзей. На них нужно будет подписаться. Это раз. А что касается Вовочки, у моего сыночки, к сожалению, рак. Вот. По половым органам у него будет операция, тем, кто волнуется. Вот. Сейчас мы вернемся к нам. С нами, на самом деле, мой потрясающий друг, который попросил бесплатно выйти для консультации, поскольку он последние три года со мной. Но когда мы расстались с Игорем, который меня бросил перед свадьбой, он начал корректировать полностью мое питание. То есть он помог убрать отеки с лица. Может быть, вы заметили. Благодаря нему я сняла ресницы, потому что до этого я делала ресницы из-за того, что у меня были вот такие щеки. Вот. Я ему безумно благодарна. Поэтому вы можете сейчас задать ему вопросы бесплатно. Также тот, кто хочет, да, добиваться результатов, это на самом деле звездный коуч, звездный тренер, звездный интерцолог, человек, который полностью корректирует питание звезд, таких там, как Шишкова, Погребняк, ну и вообще огромное количество, да. Мое питание он полностью там корректирует, он помогает убирать отеки, он помогает убирать целлюлит, он присылает медитации, которые успокаивают нервную систему и дают коррекцию питания. Вы не переедаете. Он дает рецепты, с помощью которых вы можете есть, да, и при этом не набирать вес и не чувствовать чувство голода. Это человек, который мне помог составить огромную книгу моих рецептов, да, которые делаются буквально за 5 минут и с помощью которых у меня нет там нужды и потребностей сладком, но при этом я все вот это вот убираю. Как вот убрать отеки с лица? Я просто помню, у меня вот сейчас я тебе покажу дома, да, просто вот стояли, ну, я не дам соврать, тюбики лимфамиозола, да, и вот Игорь, когда сейчас у меня начались съемки в документальном кино, он мне помог буквально за неделю все это убрать, я к нему обратилась, и я на самом деле попросила выйти к нам в эфир, потому что я понимаю, насколько сейчас не хватает, как сказать, позитива, насколько сейчас благоприятное время, чтобы отвлечься и заняться собой, там, привести свое тело в форму к Новому году, да, ну, как бы я ему безумно благодарна за то, что он согласился к нам выйти бесплатно и тем, кто захочет, да, также могут к нему записаться, как я, там, можно месяц, чтобы он был наставником, можно два, можно три, то есть он помогает полностью себя прокачать, не только, знаете, или чтобы это была какая-то диета или еще что-то, а это все в комплексе, это и тренинги, и медитации, и питание, и рецепты, и тренировки дома, то есть это не то, что вы, знаете, пришли в спортзал, грубо говоря, вот, там вы заплатили тренеру, потом ушли домой, а тут у вас все в одном, вот он не составил, у меня же апоплексия яичника, он у меня лопнул, да, дважды, но Игорь об этом знает, у меня там, привезли дорожку, я начала на нее сильно заниматься, у меня дважды лопнул яичник, собственно говоря, я чуть не умерла, вот, и мне нельзя заниматься спортом, и Игорь нашел выход из этой ситуации, то есть он мне составил систему моих тренировок, я сейчас просто покажу, да, я с помощью этого вообще себя потянула, смотрите, вот, просто полностью, у меня наконец-то живот, вот, видите, ушел, да, форма просто потрясающая, появился, здесь тоже появился, то есть у меня до этого уже все обвисало, ну, как бы я... А ягодицы потянули. За то, что вот он мне так, собственно говоря, помог. Да, спасибо, Маша, большое за такой... Я, ребят, я хотел пак найти Игоря, просто вы не понимаете, я выложила сегодня в сторис, что у меня эфир, там написано, с кем он будет, это Игорь Эртим, это реально звездный коуч, звездный диетолог, вот, я также после эфира выложу на него ссылку, обязательно, я сохраню этот эфир, вы его сможете также посмотреть, вот, и записаться к нему, да, говори. А, какие витамины, вот, Игорь, расскажи, какие витамины ты мне прописал, да, ну, я думаю, что ты каждому индивидуально выбираешь, да? Конечно, да, для начала необходимо сдать анализы, да, они, на самом деле, сам анализ на витамины, он достаточно, ну, такой недешевый, да, кому позволяет, надо сдать анализы, уже исходя из анализов, подбирать витамины, но, если человек там живет, где нет много солнца, да, то как минимум витамин D можно спокойно прописывать, вот, но есть различные женские... на гормоны сдавали, сейчас прописал, я ходила сдавала, да, да, друзья, сейчас еще раз вопрос, чуть-чуть заикнулась, Маш, не услышал до конца, я прописал, вот, я на гормоны сдавала, чтобы понять, это какие я сейчас анализы сдавала, ходила? А, смотрите, да, мы с Машей сдавали эстрадиол, пролактин, тестероны свободного общего, и так далее, то есть полную гормонную, там, щитовидку проверили, Т3, Т4, потому что самое лучшее, это программу вставлять, исходя из анализов, чтобы сделать это максимально подробно, индивидуально, по человеку, но ряд витаминов можно принимать, например, есть женские комплексы, они называются Opti-Women, вот, там есть все необходимые витамины, минералы, именно суточная дозировка, потому что все витамины в рационе вы никак не употреблите, поэтому для того, чтобы их было в полном достатке, необходимо пропивать дополнительный курс, вот, и то, что говорил Маша, да, действительно, если кто-то хочет, чтобы я так же занимался, как с Машей, вы можете спокойно написать мне в директ, что хотите, фигуру мечты, это именно будет кодовое слово, что вы от Маши пришли, хочу фигуру мечты, пишите, и я с удовольствием с вами поговорю, потому что за много лет работы, более чем полторы тысячами участниками моей программы, я четко выявил, как добиться отличных результатов, у меня есть комплексный большой подход, при котором нужный результат вы достигнете в нужный срок, туда входит индивидуальная, вставляя программу питания, прямо под вас, исходя из вашего образа жизни, там, детей, семьи, непереносимости продуктов, аллергии, программу тренировок, либо для зала, либо для дома, либо без тренировок, то есть опять же, исходя из ваших возможностей, затем ежедневная система мотивации и еженедельная медитация, потому что процесс похудения, да, он кроется, в первую очередь, начинается с головы, это важно понимать, вот, там я буду с вами лично, на связи 24 на 7, постоянно, тренировки все проходят онлайн, есть все в видео в формате, в аудио формате, именно вот такой путь наставничества, он делает максимально крутые результаты, поэтому у Маши минус 8 килограмм, этот результат будет достигнуть достаточно быстро, и сейчас просто лучшее время для того, чтобы заняться собой, когда такое большое, большое количество информации вокруг, все люди в недоумении, тревожатся, возьмите и проявите любовь к себе, к своему организму. Внимание, Заяц, скажи, вот тут много спрашивают, можно ли пить кофе, вот ты мне заменил молоко, скажи, какое ты мне заменил, да, и, ну, это реально стало очень круто. Смотрите, что касается молочки, да, мы просто начали пить безлактозное молоко, молоко, в котором нет сахара, и потому что, вот сахар, который он есть, вы все привыкли видеть, эти белые, да, в порошке, точно такой же сахар и в молоке лактоза, это практически то же самое, то же самое и в фруктах. Вот поэтому мы просто взяли, купили безлактозное молоко и его пьем. Что касается кофе, можно, оно положительно, наоборот, к жиросжиганию больше. Заметьте, что в энергетических различных напитках очень много кофеина содержится, это неспроста, и там, где всякие различные коктейли для похудения, там тоже есть кофеин, потому что кофе хорошо с аппетитом борется и, соответственно, ускоряет процесс жиросжигания, плюс наполняет вас энергией, так сказать, натуральный энергетик, поэтому смело пейте кофе, оно никак не влияет плохо на похудение. Еще, кстати, Маша задала вопрос про алкоголь, да? Да, да. Что делать помимо алкоголя? Достаточно такой актуальный вопрос. Никакой врач-психиатр или психолог не скажет о том, что, слушай, если тебе плохо, там, выпей алкоголь, хотя из древности, и когда не было развита сильно медицина, именно так боролись и обезболивали раны от боли, потому что это действительно работает. Но если постоянно употреблять алкоголь, можно просто стать алкоголиком или зависимым. Это не есть хорошо. Но алкоголь можно позволять. Мы, подопечные, себе позволяют. Я им разрешаю. Бокал вина темных сортов, потому что он положительно влияет на результат, на сердечно-сосудистую систему, кровь начинает гонять по организму, уменьшает риск образования тромбов и так далее. То есть это действительно бокал, два бокала в день даже ничего не будет. Серьезно, ничего. У меня есть очень много подопечных с Португалией, у них там вообще культ вина, они постоянно пьют вино. И пришла ко мне девушка, она говорит, я упиваю две бутылки в день. Я такой, ого, это же нереально. Как ты упиваешь две бутылки в день? Я говорю, давай снизим до одной. Мы вот снизили до одной, потом до полбутылки. И сейчас она каждый день пьет по полбутылки в день. Вот это там в районе трех бокалов. И делаем с ней прекрасный результат. Гермонов, всяких ароматизаторов и так далее. Особенно в сидр. Сидр это самое вредное, что есть. Поэтому сидр не пейте ни за что. Вот. Потом идет пиво, потом идет там коньяк, виски, все такое. Потом водка и потом вино. Поэтому вино нормальная история. В пределах нормы все можно. А вот чем лучше заменять сахар? Сидр парадом или стемией? Смотрите, на самом деле сахар, да, это вообще сам по себе наркотик 21 века. Он сейчас есть вообще абсолютно везде, в любом продукте, даже в колбасе серии. Вы можете в составе найти сахар. Поэтому полностью ограничить, убрать его с рациона у вас не получится, как бы вы ни старались. Поэтому, в принципе, без разницы, вы можете заменить его чем угодно. самое главное это ограничить его количество и увидите, как ваша жизнь будет постепенно меняться и ваша зависимость. Потому что вот эта, та самая пищевая зависимость, она в первую очередь связана к тяге сладкому, к тяге к сахару. Да, если вот расчехлять все это, то тут сахар стоит. Поэтому заменяйте, как вам удобно. На вопрос мне сейчас прислали, да, из телеграммы. Да, давай. Я вот очень люблю докторскую колбасу. Если есть, то в какое время дня можно, чтобы она не откладывалась? Все, что вы хотите, можете есть в первой половине дня. Если у вас есть какая-то хотя бы минимальная нагрузка, вы держите норму калорий, то вы можете хоть просто на сладком питации и при этом будете худеть. Но надо понимать, что вот эти все маркетинговые слова, да, что там, например, сушка на бургерах. Мам, позвони врачу. Он спрашивает, тебя ждать или он уйдет с твоими зубами. Вот, он мне звонит десятый раз в эфир. Да, говори, Заня. Да. Вот, смотрите, друзья, вот говорят, сушка есть на бургерах, да, можно есть бургеры, худеть. Да, действительно, можно, но вы должны понимать, что вы станете худее, но как бургер. У вас такое качество тела будет. Поэтому, в принципе, можно есть все, но в нормальных количествах. Вот, ограничивать себя не нужно. Действительно, если вы хотите, действительно, долгосрочный результат на всю жизнь, никогда не сидите на диетах, это все бред, в долгосрочной перспективе не работает, вы обратно наберете вес. Главное, просто вылезать. А ты относишься к интервальному голоданию? Нет. А что к интервальному голоданию? К интервальному голоданию? Как ты относишься? Твое отношение и как его соблюдать? Вот тоже мне пришел вопрос. Слушай, на самом деле, к интервальному голоданию я отношусь нормально. Кому-то, опять же, видите, кому-то это удобно и у кого-то именно этот способ преображения работает лучше всего. Я к нему отношусь хорошо. Восемь часов, получается, мы едим, шестнадцать часов не едим. Вот в течение восьми часов мы ставим количество приемов пищи столько, сколько нам удобно. От трех, от двух до пяти. Я ем с десяти до раз, два, три, четыре, пять, до шести вечера, потом я не ем до двенадцати дня. Да. Ну, да, восемь часов мы едим, остальное все время не едим. И так каждые сутки повторяется. Вот, именно вот так вот нужно делать. Мы сейчас с мамой сидим, смотрим на киевскую, мама зарядка села. В смысле села? Она что, издевается надо мной? Ого. Угу. Ну, просто, понимаешь, она издевается. Просто издевается. Она целый день была у врача с собакой, они хотят, чтобы у меня просто сейчас сердечный приступ был. Зачем ты это делаешь, мам? Сейчас, подожди. Я просто очень... Мам, зачем ты издеваешься надо мной? Прямо сейчас ты зарядишь телефон, и мне отзвонишься. Прямо сейчас ты зайдешь в первое кафе, а значит, в больницу ты не идешь. И я тебя вызываю такси домой. Прямо сейчас ты едешь домой. Я не могу, просто она меня изводит за это. Извини, я за нее нет ничего. Да, да, ничего страшного. Я вот пока смотрю комментарии. Что касается голодания, это и есть диета? Нет, я с этим не соглашусь. Голодание, это относится к режиму. А диета, она бывает морковная, арбузная, каких только их не придумали. Вот это я не поддерживаю. Это точно не сбалансировано, и вы не сможете всю жизнь на арбузной диете прожить. скиньте какое-то количество килограмм в воду, она обязательно вернется. Поверьте мне, моему опыту. Понятно. Так, Зай, скажи, пожалуйста, как тебе записаться и сколько возможно минимальное для пробы, чтобы люди посмотрели, да? А, слушай, давай, как договаривались, с твоим подписчиком сделаем 50%, как я делаю обычно. Первый. Тоже с рядом звезд. Да, первые, кто, сколько человек. Но я все равно в любом случае много взять не смогу. Давай первые. Ну, я знаю, что у тебя как бы огромное количество народу, да? Да, мне очень важно, чтобы качество не страдало. Поэтому давайте первые 10 человек, которые напишут мне в директ. Что еще раз? Нет, вот смотри, я у тебя на наставничество хожу по месяцу. А сколько можно, например, кто-то захочет сейчас на пробу взять? Вот сколько, чтобы почувствовать первый результат у тебя? Слушайте, ребят, ну, настраивайтесь желательно. Я могу, знаете, сказать, я могу сделать так, чтобы человек за неделю 2-3 килограмма скинул, но это не будет качественно. Можно много, что делать. Люди с разными целями приходят. У кого-то свадьба, у кого-то день рождения, кто-то в отпуск летит, говорят, мне плевать, я вот хочу за 2 недели на отскинуть сколько-то килограмм. Я могу это сделать, но я говорю, что для меня самое главное это здоровье человека. Вот, и для того, чтобы здоровье только, это был огромный плюс к нему и здоровье вам сказал спасибо, я рекомендую на месяц, потому что давайте подойдем к этому вопросу серьезно, чтобы сделать тоже наш хороший результат. я бы людям рекомендовал на месяц, на месяц попробовать и за месяц, я уверен, что вы смело скиньте 5-7 килограмм, почувствуете легкость, у вас будет блеск в глазах, отличное настроение, у вас изменится качество кожи, поэтому давай 10 человек, вот первые, кто напишет мне в директ, хочу фигуру мечты, я сделаю им скидку 50%, вот, ребят, и вы попадете ко мне на наставничество. Я вас буду лично вести, лично с вами общаться, как общаюсь с Машей, с другими звездами, и блогерами, и будем делать обалденный просто результат, вы будете просто шокированы. То есть это большой, комплексный, жирный подход, прям такой мясистый, при котором я результат гарантирую, и давай вот, я скажу в прямом эфире, смотрите, я даю гарантию 100% результата, если не будет результата, скриньте или записывайте, я возвращаю деньги клиенту. Если не будет результата, после занятия со мной. Я даю директ ему, и там он вам все расскажет, мы тайны здесь раскрывать не будем, потому что я и так его попросила, у него очень дорого время стоит, он сказал, что он может выйти со мной на 10 минут, просидел уже 40, это уже, понимаешь, я не знаю, как вообще тебя отблагодарить, поэтому... на самом деле, Маш, мне приятно с тобой общаться, с аудиторией. Я сейчас оставлю на него ссылочку у себя в директ, ой, не в директ, а как называется, пишите ему, что вы хотите фигуру мечты, он реально очень крутой чувак, я тебя очень сильно люблю, все, дорогие друзья, эфир я тоже сохраню, все, друзья, увидимся, давай, Маша, все на связи, пока.